сегодня вашему вниманию будут две симпатичные ловушки в испанской партии за черных и так начнем е4 е5 конь f3 конь c6 слон b5 этим ходом у нас начинается испанская партия кони в 6 и после хода кони в 6 у белых есть несколько вариантов равноценных но мы начнем с хода рокировка именно на ход рокировка я вам рекомендуют попробовать сыграть конь g4 почему так потому что можно бить с толку белых во первых белая подумает что вы совершенно не владеете принципами развития фигур в дебюте зачем ходить одним и тем же конем два раза и тем более ходить на поле на котором он нападает всего-навсего на две защищенные пешки но именно в этом и ловушка заключается что скорее всего у белых будут чесаться руки сыграть пешкой на поле h3 зачем терпеть коня на своей половине поля я думаю что белые ожидали что черные отойдут своим конем обратно на поле f6 но именно в этом и заключается суть ловушки что отходить конем никто не собирается черный играет h5 ход после которого белым нужно быть очень осторожными и ни в коем случае не забирать коня но данной ситуации большинство соперников особенно в детских турнирах этого коня заберу исключение составит те кто уже с этой ловушкой был знаком после хода а же мы естественно забираем пешкой и уже как минимум у нас ладья по вертикали h вплотную приблизилась белому королю а пешка на поле g4 готова обратно отобрать коня у белых естественно белые которые только что выиграли у черных коня вряд ли захотят отдавать этого коня обратно и быстренько уйдут конем на поле е1 можно было уйти на поле h2 но более естественным кажется ход конь е1 и вот здесь следует ход ферзь а4 на самом деле после этого хода белые могут уже полностью складывать свое оружие потому что ну совершенно нет никакой защиты от мата либо на поле h2 либо на поле h1 единственный шанс хотя бы на два хода продолжить игру это сыграть f4 почему f4 потому что если вы поспешите ходом ферзь h1 король уйдет на поле f2 и придется еще немножечко повозиться поэтому лучше сыграть сразу на поле g3 убрав возможность белому королю сыграть на поле f2 вернее убежать и после этого можно еще сделать один ход ферзь h5 продли мучения буквально на один ход и здесь благополучно сдаться абсолютно на любой ход белых последует мат на поле h1 вот такая вот ловушечка и ловушка номер два все те же ходы е4 е5 конь f3 конь c6 слон b5 конь f6 но допустим что белая же уже один раз попадались в ловушку после хода рокировка конь g4 поэтому в этот раз они решили не делать рокировку а сыграть d3 почему бы и нет защитим пешку на поле е4 на всякий случай и наш слон вернее слон белых будет уже контролировать поле g5 и никакие выпады конь g4 уже будут не страшны но после хода d3 есть такой вот замечательный ход ловушка которая еще называется ловушка морти мэра ход конди 7 опять же если белые ни разу не сталкивались с вот таким вот ходом скорее всего они увидят незащищенную пешку на е5 ну на самом деле я их прекрасно понимаю потому что конь е7 кажется абсолютно бесполезным и противоестественным оставил пешку без присмотра прыгнув на поле е7 заблокировал выход слону не дает выйти ферзю ну чем может такой ход показаться хорошим но на самом деле хоть визуально он и плох но это ход ловушка ни в коем случае белым нельзя забирать конем на е5 почему посмотрим итак белые забрали конем пешку на е5 и что же делать дальше в чем заключается вот это вот хитрая рову ловушка морти мэра а заключается в ходе c6 вот такой вот тихий спокойный ход и что мы имеем мы открываем диагональ для черного ферзя также мы замечаем что по этой диагонали у белых полностью открыт король поэтому если белый слон уходит на поле а4 белые получают ход ферзь а5 тройное нападение на слона короля и на коня и естественно защититься от шаха и защитить хотя бы одну фигуру белые смогут но теряют коня уже принципе неплохое да неплохая компенсация за пешку черных уже есть но вернемся на пару ходов назад и проверим что будет если слон уйдет на поле c4 вроде бы неплохо но ферзь а5 и хотя на слона мы уже не нападаем но к сожалению для белых коня на поле и 5 защитить невозможно поэтому любой ход и мы забираем коня то есть мы уже нашли как минимум до два способа если белые от эту слоном выиграть у белых фигуру но здесь будьте особенно внимательными на ход c6 у белых есть такая вот контр ловушка они могут сыграть конца 4 и если вы поспешите если вы пешкой сразу же съедите слона посмотрите что получится да вот здесь вот сработает эффект коня на поле е7 который полностью заблокировал своего коня вы получите мат на d6 поэтому спешить ни в коем случае не нужно даже если у вас есть прекрасный план по выигрышу слона не забывайте задавать себе вопрос что задумал мой соперник что будет если будет сейчас снова ход моего соперника и только когда вы найдете угрозу которую создал вам ваш соперник защититесь от этой угрозы только потом приступайте к выполнению своего плана угрозы нужно замечать всегда поэтому угроза замечена мат на поле d6 вы отходите конем на поле g6 от матовый уже защитились но белый слон по-прежнему находится под ударом пешки отойти он может только на поле a4 и хоть у черных нет уже красивого выпада ферзем на поле a5 да ввиду объективных причин у черных появляется новый вариант новая вилка на поле b5 и либо слон либо конь другого не дано поэтому давайте мы быстренько прокрутим сначала на ход d3 сыграйте разочек хотя бы конь е7 и увидите знает ли ваш соперник эту ловушку или нет будьте уверены что тот кто съест на поле e5 никогда раньше ее не видел на ход c6 не упустите случайно мат на поле d6 защититесь от него и на ход слона 4 сыграйте b5 вы останетесь с лишней фигурой за две пешки что в принципе неплохо и скорее всего черный здесь выигрывает вот такие вот две симпатичные ловушки надеюсь они вам пригодятся вашей турнирной практике и я желаю вам удачи и хорошего дня пока пока удачи